итак друзья мои молитва молитва и страх значит когда мы читаем псалмы когда вы читаете псалмы что первое приходит вам ну какое слово к вам приходит на ум я знаю какое слово ко мне приходит на ум а вам к вам какое слово приходит на вот одно слово ничего мне не приходит на ум читаю и все как слава да хорошо почему слова почему-то это бессознательная до приходит слава ну друзья мои мне приходит на ум слова эмоции эмоции почему потому что невозможно не заметить читая внимательно вдумчиво псалмы что это очень эмоциональные молитвы очень эмоциональные песни вы знаете нас вот харизматов обвиняют то что мы чрезмерно эмоциональные эмоциональное в своем поклонении эмоциональное в своем служении и я всегда думаю когда вот такие претензии нам предъявляются отчитали ли эти люди вообще-то псалмы потому что читая псалмы мы харизматы а мы харизматы я уже харизмат со стажем вы знаете у нас тут есть такие харизматы которые по полу валялись и и по и бегали по проходам и и смеялись и чё только не делали друзьям и иногда читая псалмы ты думаешь господи да у него эмоции зашкаливают и вообще что это за эмоциональные люди такие то есть даже для нас харизматов кажутся некоторые псалмы чересчур эмоциональными да вот во первых потому что это восток восток в 1 востоке они люби любят знаете выражать свои эмоции и выражают обычные свои эмоции по полной программе вот не так как мы вот но в основном знаете есть две реакции на эмоции которые есть у всех мы же эмоциональны с вами создание кстати на в прошлый раз когда я проповедовал я говорил вам что любить господа когда нас призывают любить господа то это не связано с нашими эмоциями но это не значит что мы не эмоциональные люди это не значит что нам найти надо как-то под под коврик свои эмоции заместили все ну что как я сказал есть две реакции на эмоции на на тот факт что мы часто наших сердцах бушуют эмоции первая реакция то что это подавлять эмоции сделать вид как будто ты на самом деле ничего не чувствуешь вот у тебя там бурлит у тебя там кипит у тебя либо позитивные эмоции либо негативные эмоции ну и кажется что если ты будешь выражать эти эмоции то это признак какой-то слабости и признак какой-то даже знаете вот неустойчивости характера вот человек не сбалансирован в своем характере поэтому они были или радуются или или печалится или пили плачет или вот поэтому мы думаем что нам нужно как-то свои себя сдерживать особенно на людях но нельзя показывать свои эмоции с другой стороны есть другая крайность это знаете неконтролируемые эмоции когда эмоции контролируют себя когда они садятся за руль и они начинают вести машину да ты за ними то есть такие деструктивные эмоции эмоции которые во главе твоей жизни и то и другое конечно крайности и в псалмах мы видим третий путь в отношении эмоции что это за третий путь что это за середина дороги то есть когда нас в ту или другую обочину не сбрасывает а вот мы едем по посередине дороги это эта дорога промаливание эмоций то есть когда мы во первых не подавляем эмоции с одной стороны во вторых не позволяем эмоциям себя контролировать но мы эти эмоции приносим куда приносим в присутствие божье мы там эти эмоции так сказать оцениваем мы размышляем над ними мы раздумываем в присутствии божьем над причинами наших эмоций следствиями этих эмоций то есть мы думаем о том как влияют эти эмоции на нашу жизнь на жизнь других людей но самое главное что мы делаем это в присутствии божьем и вот в салмах из псалмов мы можем научиться каким образом это делать как нам приходить богу с разнообразнейшими эмоциями а почему у нас бывают разнообразнейшие эмоции в жизни но потому что у нас есть разнообразнейшие ситуации в жизни вы согласны из-за того что у нас разные ситуации у нас разные эмоции вы заметили что ситуации у нас жизни не только положительные у нас бывают разные ситуации вот в прошлый раз пастыр вас чему учил пастырь ты это слышишь если ты сейчас это смотришь о потрясениях в жизни когда у вас потрясение в жизни то что у вас эмоции бурлят вы не можете когда у вас потрясение знаете чтобы вас эмоции были как на вот этой кардиограмме когда человек уже помер нет друзья мои у нас эмоции как как кардиограмма дагов кто-то туда то вниз то вверх то вниз то вверх но в общем вот так разные ситуации жизненные производят разные эмоции и вот мы с вами поговорим сегодня о как вы догадались уже о чем об эмоции страха эмоции страха эта эмоция которая общечеловеческая она общая для всех людей вы когда-нибудь боялись боялись я вам признаюсь я лично боюсь высоты вот если вы меня куда-то в поход возьмете пожалуйста не тащите меня куда-то вот на обрывы там и тому подобное потому что мне будет очень стыдно я буду так вот на четверенечка вы понимаете боюсь я страха ой боюсь я высоты боятся страха это знаете особый страх страх всем страхом так вот друзья мои то есть мы все чего-то боимся у нас у всех есть эта эмоция присутствует этому вас появляется эта эмоция то есть нет таких людей которые вообще не боятся если человек вообще ничего не боится то этот человек ненормальный то есть что-то с ним не так у него что-то там скоротила знаете и его надо подлечить вот если подумать так чего начинается наша жизнь какой эмоции начинается наша жизнь на кого похож этот ребенок поход он похож на радующегося либо человека но нет друзьям нет но вот представьте поставьте себя на его место поставьте себя на вот что ощущает ребенок вот представьте 9 месяцев он живет в максимально комфортной среде знаете такой полу по полу темная камера ты в жидкости буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль никаких нет у тебя ты поверил давление ничего такого постоянно питается тебя вот тебе приятно себе тепло вы понимаете вот многие даже наши метафоры жизненные они же от вот из и происходит из этого первоначального комфорта мы говорим вот теплые отношения почему мы говорим теплые отношения чему они теплые потому что в утробе матери тепло и уютно поэтому у нас теплое отношение да и потом под грудью матери тоже тепло и уютно но факт тот что вдруг жизнь этого человека радикально меняется что происходит вдруг его что-то начинает сдавливать со всех сторон причем так вот именно на этих то есть его давит и куда-то выталкивается его все сжимают его череп сжимается вы понимаете то есть хорошо же кости там не все но не 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 срослись вот у него череп сжимается то есть и он через какой-то узкий проход проходит туда и там свет вдруг яркий из этой полусимы в яркий свет вдруг он вздыхает что-то в себя холодный какой-то воздух ему кто-то что-то посует понимаете в рот там в родном расчищем что-то начинают проверять его понимаете болтать и вот это понимаете это какое-то стрессовое переживание это переживание которое внушает что в ребенка он не выходит из из утробы о как интересно надо изучить что тут происходит вокруг как это интересное новое переживание нету на риоту и он орёт от чего от страха он орёт он полон ужаса вы понимаете ему страшно наша жизнь начинается с этой эмоции и в зависимости от того как мы проживаем жизнь наша жизнь может быть закан может закончиться этой эмоцией и конечно же между этими двумя точками начала нашей жизни конец нашей жизни мы часто переживаем страх и поэтому друзья мои что нам нужно научиться нам нужно ну научиться не подавлять эту эмоцию не прикидываться что этого нет нашей жизни да как надели маску мы герои мы герои веры у нас нет никакого страха вообще ничего не боимся сейчас мы посмотрим что это крайность но с другой стороны конечно же мы понимаем что страх может быть деструктивной силой и мы не должны позволить контролировать свою жизнь страху и поэтому что нам нужно научиться делать следует научиться приходить богу с этой эмоции промаливать эту ситуацию эту эмоцию страха разбираться с этой эмоции в присутствии божьего псалом 3 как раз об этом это молитвенная модель которая поможет нам с вами разбираться со страхами в нашей жизни но кто-то может сказать да зачем вообще молиться о страхах и зачем вообще говорить о страхах упоминать о том о чем мы боимся проповедовать об этом ну разве страх не является формой неверия да как мы классически объясняем страх страх это форма неверия когда ты веришь в отрицательное то есть не надо рассусоливать о страхе зачем вот это вот размазывать по тарелке надо провозглашать что мы не боимся не надо язык свой отдавать страху то есть говорить о страхе надо отдавать свой язык чему исповедовать что мы не боимся не боимся провозглашать что не убоюсь даже давид в этом псалме псалме 3 вот смотрите как он говорит не убоюсь тем народа которые со всех сторон ополчились на меня вот это я понимаю я пони вот это нормально но мы же любим такие провозглашения и такие провозглашения масса в библии масса господь не помощник не убоюсь что сделает мне человек сильно псалом 26 господь свет мой и спасение моё каю кого мне бояться господь крепость жизни мои кого мне страшиться если будут наступать на меня злодеи противники и враги мои чтобы пожрать плоть мою то они сами приткнуться и падут если ополчиться против меня полк не убоится сердце моё если восстанет на меня война и тогда буду надеяться о вот это вот силач давид поэтому такие страхи о чем вообще говорить зачем об этом обо всем говорить но очень важно заметить что в третьем псалме вот фраза вот это она не находится в начале давид не начинается провозглашение веры и в большинстве случаев давид не начинает таким образом провозглашение это очень важно и хорошо и мы дойдем с вами сегодня до провозглашение веры но часто вот эти вот провозглашение становится как раз формой подавления эмоций то есть когда мы думаем что она срочно надо сказать а я я не боюсь я не боюсь я не боюсь на самом деле ты там трясешься дрожишь от игры они 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 я не боюсь не боюсь и вот такие провозглашения могут стать такой маской знаете напялил маску фальшивка все думают что ты такой крутой что ты такой герой веры думаешь даже бог убежден бог знает твое сердце бог знает что у тебя творится и друзья мои вопреки расхожему мнению святые не боялись говорить о своих эмоциях и не боялись говорить о своих страхах просто мы не любим читать эти псалмы эти описания мы куда-то их ну под коврик почему потому что в богословскую систему не не залазят эти псалмы но я вам прочитаю некоторые примеры например тот же самый давид вся четвертом псалме говорит услышь божия молитву мою я читаю из перевода рбо не отвернись от моей мольбы внемли мне и отмеет и ответь я в сметенье дрожу и плачу слыша голос врага испытав притеснение злодеев они возводят на меня напраслину и со злобой меня обвиняют сердце мое трепещет ужас смертный меня сдавил страх и трепет меня объяли и отчаяние охватила посмотрите какие слова ну смятенье ужас смертельный страх трепет отчаяние и мы можем задать законный вопрос давид где твое провозглашение веры где твоя вера давид что ты расклеился соберись тряпка давай уже а давид пока не может собраться понимаете вот не собирается он пытается собраться а вместо этого он дрожит сердце его трепещет он плачет он боится представьте царь помазанник божий великий воин которую на эти меч держит с детства и дальше он говорит о если бы у меня крылышки выросли выросли как у голубя я бы улетел куда-то в дальние края от горя от этих бед и тому подобное господи читаешь и думаешь ну вот вытри сопли и хватит уже ныть да давай верь ну друзья мои он будет верить он скажет про возглашение в этом же псалме этот псалом заканчивается потрясающими словами веры но он не начинает с этого он не начинается этого он начинает с того что он признает у меня есть такие эмоции у меня есть вот такой я расклеился но он с этим бежит совсем господу сосисой своей расклеенностью со всеми своими некошерными эмоциями на бежит туда присутствие божие потом будет другие слова будет про возглашение веры но кто-то может сказать а это все ветхий завет ветхий завет после иисуса христа все по-другому христос все поменял и вот сейчас уже никаких нет у нас страхов мы уже все мы уже супергерои ну давайте посмотрим на павла вот павел пишет послание коринфянам во второй главе он говорит был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете или как переводе кузнецовой и я явился к вам слабые в страхе и трепете но это не страх божий здесь вы понимаете здесь не о страхе божьем а каком здесь страхи он противопоставляет себя той мудрости которая так нравилась мирской которая так нравилась коринфянам а в коринфе чего что они больше всего цвете оценили они ценили статус они ценили положение они ценили красноречие вот такой человек должен выглядеть как победитель вы понимаете он вот все должно быть при нем а павел приходит весь такой слабый в страхе 3 3 3 печи зато сила божья через них действует он говорит теперь я точно знаю что ваша вера будет не не в мою силу не в мою мудрость не в человеческую мудрость который вы так стремитесь а ваша вера будет основана на силе божьей или вот еще во втором послании к коринфянам он говорит что ибо когда мы пришли в македонию плоть наша не имела никакого покоя но мы были стеснены отовсюду от вне нападения а внутри что я не боюсь внутри внутри у меня песня веры да нет он не боится признать что у него внутри на тот момент были страхи о чем страхи но возможно он боялся за свою жизнь возможно он боялся за то что его будут мучить как обычно вы понимаете бить его будут но это же это это этого стоит бояться друзьям и это же неприятно ты какой-то ненормальный человек если ты этого не боишься но вернемся друзья мои ко второму саму к третьему саму я к чему веду их то что святые библии они были нормальные людьми нормальными людьми они не были супер героями которых мы из себя часто строим друзьям и не были нормальными людьми и это хорошо потому что мы можем отождествиться с этим с ними да и они нам показывают помогают нам понять как разбираться с эмоциями как разбираться с эмоцией страха которые присутствуют нашей жизни и это не и мы разбираются они не подавляя а приходя присутствие божие мы сейчас увидим но начинается этот салон заголовка псалом давида когда он бежал от авессалома сына своего вот псалтыри есть где-то 70 псалмов которые связаны с именем давида приписываются авторству давида и где то 25 из этих псалмов имеют предысторию то есть описывается контекст из которого была рождена эта молитва и вот когда мы с вами изучаем эти псалмы встречаем эти псалмы очень хорошо конечно же изучать эту предысторию читать что же там на самом деле произошло так вот эта молитва она родилась в ситуации когда давид бежит и давид бежит от своего сына который устроил переворот давид был царем и авессалом устроил восстание да как это происходило помните если вы читали историю вы помните если не помните я вам сейчас расскажу авессалом начал приходить к воротам иерусалима и люди которые шли на суд к давиду он их останавливал и говорю слушайте друзьям и вот кто бы меня избрал судьей израиля вот вот эту вы туда идете вас никто слушать не будет вы безразличны им а вот я вам помогу вот если вы меня царем поставили судьи и израиля поставить я бы все исправил я бы все наладил я бы всем зарплаты повысил я бы все сделал понимаете они вас не ценят вот такая знать предвыборная кампания вот такая пропаганда он сеет семена он говорит это власть о вас не думает им бы им все равно и потом еще в конце после того как он всем на рассказывал на по наобещал обещаниями накормил те уши развесили он еще и целовал их написано мой раз целовал отправил домой у людей в типа типа теплела на сердце пошел домой какой классный весело вот это да вот это лидер вот это думает о людях вот надо чтобы было бы он был царем через какое-то время через четыре года четыре года обрабатывал людей израиль через четыре года пошел типа а весалом приносить жертвоприношение и в этот момент он говорит когда услышите рок всем своим союзникам говорите воцарился весалом и большая часть израиля друзьям и идут за весалом то есть они говорят давид нам не нужен давид нам не нужен и идем за весалом вот и весалом наш царь и конечно же давид когда понимает что происходит переворот он что он убегает из иерусалима забирает свою семью жен забирает своих там приближенные уходят с ним остаются только 10 наложниц в опять вылетело слово из головы как и на первом собрании представляете да дворец да да на первом собрании тоже у меня здесь произошел какой-то видите это на такие-то блоки надо снимать наверное что-то не знаю там голове так вот оставил он их во дворце и что здесь делает а весалом когда он приходит в иерусалим советник бывший давида ахитофил говорит ему тебе надо изнасиловать этих наложниц и он прямо там на крыше дворца в палатке перед лесом всех израильтян насилуют наложниц своего отца для того чтобы все поняли что он пойдет до конца вот и друзья мои в это время давид уходит с небольшой группой людей вот как раз вот здесь картинка представлена это и а весалом обсуждается хитофилом и другими советниками по поводу того послать ли 12 тысяч солдат чтобы догнать давида и покончить с ним то есть друзьями у давида очень плохой день очень плохой день то есть вы можете представить себе страх который заполняет его сердце который он переживает и первое что он делает он говорит об источнике своего страха это то чему нам с вами нужно научиться нам нужно научиться в присутствии божьем признавать вот я этого боюсь я боюсь этого смотрите он говорит господи как умножились враги мои многие восстают на меня многие говорят душе моей сразу видно чего чего ему от чего ему страшно от того что там многие многие враги многие восстают на меня многие говорят душе моей их очень много как я сказал 12 тысяч готова сорваться и бежать преследовать за давида ну скажем но вопрос зачем вообще об этом рассказывать богу как будто бог не знает сколько у давида врагов не бог знает сколько у давида врагов но это очень важно в присутствии божьем озвучивать эти вещи я боюсь что вот эти столько врагов у меня это меня ужасает это меня страшит и заметьте что интересно в страхе давида есть как бы два уровня до два слоя ну наши страхи обычно такие знаете многослойные первый страх это физический страх от количества врагов но второй уровень страха находится в чем где находится в пропаганде врагов вот многие говорят душе моей нет ему спасения в боге это что такое это пропаганда которую распространяет а веселом и союзники веселом что они распространяют его враги говорят что бог покончил с давидом да раньше бог был с давида раньше бог благоволил давиду все было хорошо у него но больше бог не благоволит больше у бог его не будет спасать ему нет спасения в боге все раз ему нет спасения в боге раз бог не с ним значит мы имеем право имеем основание взять его и сместить потому что зачем нам царь с которым бог уже не ходит которого бог уже не защищает которым бог уже не благоволит и друзьям и это уже совершенно другой вид атаки а что это за атака это атака на идентичность давида на идентичность на то кто он есть каким образом давид стал царем вот об этом стоит вспомнить в этом контексте как давид стал царем вы помните вы помните кем был давид до того как стать царем у меня там опять google начинает помогать мне да можно просто почему-то рандом нам начинаете когда вы говорите google ok google google начинаете помогать он видите опять я не а я же сказал только шоке google точно ладно это потом можно будет вырезать из из проповеди так вот друзья мои да вот друзья мои каким образом он становится царем и жужжон был пастушку где-то там на полях на холмах овец пас бог проговаривается пророку самуилу тебе нужно идти в дом иисея помазать царя следующего царя над израиль и самуил приходит и какие там во первых первенец красавчик весь понимаете статный красивый самое главное первенец а господь говорит нет это не он и так по всем братьям нет это не он есть еще сыновья они даже не вспомнили о нем вы понимаете а да точно у нас еще есть где-то там вот это уходит он там с овцов сами ходят а ну-ка быстро зовите его позвали вот это он то есть его помазание его избрание на царство его царский статус это была чистая благодать божья бог благоволил ему была чистая щедрость божья любовь божья да и вот он золотой мальчик а благодатственный богом бог спасает его от саула бог дает ему победы над врагами бог дает ему иерусалим он отбивает иерусалим у и иусеев и делает там свою столицу все хорошо в жизни у давида первую часть жизни но вторая часть что у него у него провал за провалом в семье проблемы что у него вот этот вот восстание авиасолома все хуже и хуже и поворотным моментом был был что было что в его жизни персове эпизод с версавий а что такое эпизод с версавий друзья мы давид стал принимать дары божьи как должное что-то повернулось его сердце он посчитал что ему можно все уже да его господь так облагодатствовал и бог ему потом его обличает он говорит слушай я тебе дал всех жен я тебе дал земли я дал тебе победу над врагами кто ты такой чтобы еще брать чужое а он взял чужую он взял чужую жену увидел ее с балкончика принимающую ванну захотел взял забеременела у подстроил так чтобы убили мужа давид с тех пор все пошло под откос и пропаганда авиасолома используют это против давида эта атака на идентичность потому что кто ты теперь давид если ты не царь если перестал быть великим царем то кто ты теперь такой и так давид что он делает он идентифицирует источники своих страхов но тут очень важно также поговорить знаете о природе страха вот в прошлом веке в 60-х годах был психолог ролл умей ролл умей и он вел такое понятие как тревога тревожность то есть он говорит он начал описывать разные виды страха вы же знаете что разные виды страха есть и он вел понятие тревожность тревожность и он отличал тревожность от обычного страха что такое обычный страх вот по его мнению страх обычно это инстинктивная реакция на какую-то опасность на очевидную реальную опасность вот когда ты видишь какую-то угрозу что у тебя происходит тебя происходит реакция страх из-за этого страха у тебя выделяется адреналин из-за этого у тебя обостряются твои что органы чувств обостряется твой ясность твоего ума и ты способен на такие вещи на которые ты не способен был раньше ради чего все это делается чтобы спасти твою жизнь чтобы ты избежал смерти в этом контексте страх это очень положительная эмоция это конструктивная эмоция почему нужно спасает тебе жизнь но другой друзья другое дело тревога вот состояние тревожности что такое тревога если страх это временное явление вот у тебя есть реальная опасность ты испугался ты отреагировал ты 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 избежал опасности все хорошо страх ушел то тревога это такой фоновый фоновое чувство постоянное фоновое чувство но туманная но расплывчатая непонятно из-за чего она происходит у тебя это такое ощущение слабости небезопасности хрупкости уязвимости то есть то есть и и роллом и считал что это такой подспудный страх смерти которая делает все в твоей жизни бессмысленным то то есть твоя идентичность твоя значимость она ставится под серьезный вопрос а зачем ты вообще а к чему ты вообще а какая какой смысл в тебе здесь вообще-то да и ты возможно даже не осознаешь это но у тебя вот это фоновое состояние и это может наслаиваться наслаивается наслаивается эти может иметь проявления разнообразные психосоматические так далее я вам расскажу историю про себя я когда-то был но когда еще служил в египте еще не был женат и вот я в квартире один где-то около четырех часов ночи вы знаете эти вот эти тревожность и всякие мысли они лезут к себе особенно ночью вот и и такой целый клубок у меня разнообразнейших мыслей которые роятся в моей голове да мне кажется что на вот какие-то мечты которые у меня были они не сбываются мне кажется что я чего-то не достиг знаете кризис среднего возраста когда тебе кажется что уже не успеваешь вот все уже жизнь уже прошла ты уже не достигнешь того чем ты мечтал вот семьи нет вы понимаете потом станет всего это и нигде непонятно где взять уже 39 скотом и 39 мне было немножко ну тридцать там 8 или 37 лет вот и вдруг у меня в паническая атака вот от этой тревожности она как ком понимаете что такое паническая атака это когда твои его твой организм создает иллюзию как будто ты умираешь вот и в буквальном смысле умираешь тебе кажется что ты вот сейчас накроешься четыре часа утра никого нет на арабском не разговариваю в чужой стране вот и ты лежишь и у тебя такое ощущение что мозг у тебя отлично отключается сердце колотится я уже не знаю куда себя поставить я выбегаю на улицу ловлю такси хоспитал хоспитал везите меня короче в больницу меня везут в больницу когда доктор понял природу моего мои мои проблемы что на самом деле никакой угрозы нет физической для меня он такой на расслабоне сейчас подождите а я же умираю в конце концов мне он выписал волшебную какую-то таблеточку и мне мне стало хорошо от этой волшебной таблеточки но я к чему веду я веду к тому что это вот как раз тревожность и такой вот страз вот этот подсознательно фоновый ужас который тебя вот так вот сжимает из-за разнообразнейших вот таких вот не исполнившихся надежд каких-то и из-за того что у тебе ты чего-то о чем-то думал чего-то хотела у тебя этого не получается найти тысячу смертей ты переживаешь прежде чем ты помрешь кто ты зачем ты идентичность твоя в чем ну и вот друзья если говоря говорить об аналогии то страх вот этот вот конструктивно его можно сравнить с бурей до буря налетела шторм прошел молнии посверкали но вот уже свет вот уже свет солнышко уже выглядывает уже все заканчивается адреналин спал стресс ушел сердце успокоилось все опасность миновала но если говорить о тревожности то что такое тревожно тревога это вот постоянный мрак постоянный постоянного дождь моросит сырость холод душа плесневеет вы понимаете уже там грибы начинают расти и вот так и с давидом друзьям и с одной стороны есть очевидная угроза есть армия которая гонится за тобой они хотят себе перерезать горло но с другой стороны пропаганда съедает его изнутри если я не царь то кто же если бог не за меня если он оставил страх и тревога и как же он проходит все это дело в молитве слава богу очень важное слово но но-то архиважное слово начинает у нас того что он он говорит о своих источниках страха это важно но он там не заканчивает он там не заканчивает он говорит но ты господи но ты яхве то есть что он делает он свое внимание в конце концов убирает с со своих страхов и куда он перемещает свое внимание на господа на бога и на его характер слава богу это очень важно этому очень важно научиться в молитве присутствии божьем ты не подавляешь свои страхи ты приходишь богу со своими страхами ты говоришь о них но потом говоришь но но ты господь но ты яхве и вот он использует здесь образы и эти образы часто бывают для нас проблема потому что знаете мы читаем синодальный перевод и такие такие религиозные штампы уже для нас заезженные мы не обращаем на них внимание проскакиваем и не углубляемся не раздумываем над этими образами а псалмы и поэзию библейскую надо читать медленно надо над этими образами размышлять представлять что они значат и вот он говорит во первых что господь является щитом предо мною и еврейский текст еврейский оригинал говорит щитом вокруг меня то есть не просто такой маленький щиточек которым ты там а щит вокруг теперь о чем вам говорит этот образ скажите о чем безопасность то есть этот о этот образ обычно говорит о чем о том что господь он защищает нас да он защищает нас но еще о чем-то должен этот образ вам сказать этот образ должен вам сказать о том что ваша жизнь вашей жизни будут опасности и угрозы знаете щит зачем надевают щит надевают тогда когда есть опасность знаете я дома не хожу по дому со щитом потому что у меня в на каждом углу опасности вы да нет у меня опасности дома нет мышь у меня малые дома и жена дома жена может выступить может опасностью время от времени но щит для этого не нужен поверьте мне а пока когда нужен щит друзья а щит нужен тогда когда есть опасность когда есть опасность и вот мы друзья мои очень часто неверно представляем нашу жизнь с богом и нашу жизнь христианскую мы думаем что если бог мне благоволит если у меня все нормально с богом то что никаких опасностей не должно быть моей жизни никаких угроз никаких атак никаких кризисов ничего этого не должно быть а когда в нашей жизни вдруг появляется эти кризисы опасности трудности и так далее то это знак что бог нас покинул оставил нас покинул нет друзья мои тебе нужен щит как раз для того потому что ты идешь на войну тебя есть противник у тебя есть угрозы у тебя есть опасности вокруг вот почему тебе нужен щит поэтому этот образ говорить не только о божьей защите что конечно же очень важно а он предполагает опасность поэтому друзьям и если у тебя такое представление о боге что если я с богом то у меня все будет гладко все будет розами устилина вы понимаете сплошное благоволение двери только и открываются куда по не пошел двери открываются все складывается все удачно все как по маслу друзья мои вам лучше сразу атеистами стать чтобы не разочаровываться значит чтобы вот этот вот период разочарования в боге избежать его чтобы все сразу просто было в вашей жизни потому что вам этого не обещали тебе нужен щит потому что тебя будут опасности и слава богу что господь наш щит аминь щит посреди угроз и следующий следующий образ он говорит господь слава моя тоже знаете такое заезженное религиозное слово и смысл которого очень часто от нас ускользает что значит слава что значит когда мы говорим богу господь ты славный или говорим слава богу что это значит но еврейское слово слова это слово кого-то и она дословно обозначает тяжесть тяжесть вот помните в книге судей был там царь моавицкий иглон и написано что он был очень кого-то то есть очень славный что имеется очень тучный был этот иглон ожирение у него было знаете когда человек вонзил в него мечом то этот меч утонул в его жире с рукоятью славный игло иглон но в переносном смысле это слово используется как что-то значимое что-то важное то есть слов слава это значит статус это значит важность это значит найти ценность поэтому когда мы говорим слава богу или мы говорим бог славный что мы имеем ввиду что бог это самое важное самое ценное самое значимое существо во вселенной да вот что это значит когда мы говорим что слава божья она наполнит землю что имеется ввиду это значит что божий божий как это сказать все будут знать о том что бог что божий статус высочайший статус во вселенной все признают это но кого-то принадлежит не только богу людей тоже бывают кого-то вот смотрите как говорится о давиде и умер в доброй старости насыщенной жизнью богатством и славу и кого то здесь речь о статусе то есть это значит что давид умер насыщенной чем значимостью важностью статусом где же был кого давида вот вопрос очень важный где был кого давида в статусе царя я царь я помазанник божий я успешный руководитель расширяющегося государства и ну вот внезапно он лишается этого статуса он лишается всего может быть давид успешный отец и у него кого в этом то какой он успешный отец у него динсфункциональная семья один сын изнасиловал при сводную сестру другой сын убил этого этого брата который изнасил потом восстание сделал против против своего отца понимаете семья что-то чем-то хорошим был отцом да нет может быть нравственность у него была такая великая и там его к вот там его слова там его статус то какая нравственность друзьям и особенно после варсавии мы бы этого нравственного мы бы то что его дисквалифицировали мы бы его куда-нибудь там сдали в милицию чтобы его расстреляли какой кого нет друзья мы так что же значит слова ты слава моя из давида это значит что давид говорит ты бог моя значимость ты мой статус ты моя важность ты моя идентичность это значит что в жизни давида возможно что-то другое было источником славы источником кого вот вот отсюда и страх друзья мои отсюда и тревога страх тревога в нашей жизни это дым это это что это симптом но есть источник есть огонь и что такое огонь который этот дым производит это неправильная слава неправильный источник славы когда мы влагаем нашу идентичность во что-то другое чем в бога почему на меня паническая атака напала потому что а как же я же не успеваю а я у меня цели не сбываются мои мечты не сбываются ой семьи нет вот тут моя идентичность там а это и там моя кого там моя слава там смысл моей жизни и естественно когда это трясется когда тебе кажется что ты у разбитого корыта то у тебя тревога у тебя страх и поэтому друзья мои нужна переориентация давиду нужна была переориентации он говорит ты мой к вот господь ты моя слава ты господь источник моей идентичности ты смысл моей жизни ты только ты твое благоволение твоя любовь твоя забота вот все что мне нужно все остальное вторично все все второе это плод аминь и он говорит ты возносишь голову мою что значит возносить голову в одному это 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 метафора принципе должна быть понятно когда мы высоко поднимаем голову это не значит в этом контексте это не значит гордость значит уверенность уверенность посреди врагов в этой опасности посреди вот этих вот этой пропаганды которые говорят о тебе что бог тебя оставил он говорит я буду поднимать голову свой вкус ты поднимаешь мою голову саку на себя у меня надежды нет в себе у меня нет уверенности более того вот вся эта ситуация это же это же мой косяк но я знаю что ты меня любишь я знаю что ты благоволишь ко мне и я поднимаю свою голову высоко но вопрос откуда такая уверенность откуда такая уверенность и дальше он говорит глазом моим взываю господу и он слышит меня со святой горы своей и здесь примерно смысл фразы такой что каждый раз когда я кричу господу он отвечает мне он отвечает мне слова веры каждый раз отвечает вместо святой горы своей до раньше отвечал и сейчас отвечает что это за почему он об этом говорит это отрицание слов врага что говорят враги враги используют свой голос чтобы высмеять веру давида они говорят о господь оставил давида а псалмопевец давид он что делает а он кричит к богу и он говорит что господь меня спасает господь меня всегда спасал господь слышит мой голос и всегда отвечает с горы своей святой но почему он так уверен что бог благоволит к нему вопрос знаете некоторые исследователи они указывают на тот факт что в этом псалме есть параллели с история об аврааме в 15 главе бытия помните историю 15 главе бытия после сих происшествий было слово господа к авраму в видении сказано не бойся авраам не бойся авраам я твой щит награда твоя весьма великая и смысл этой фразы такой я твой щит я твоя награда весьма великая заметили что здесь используются практически те же слова во всяком случае смысл тот же я твой щит я твоя награда то есть я слава твоя и поэтому не бойся авраам и дальше бог обещает аврааму сына он обещает ему землю и авраам задает вопрос а как я узнаю что все это будет как я узнаю и тогда бог говорит авраам а ты принеси животных и разрежь их на две части и что в рам авраам абсолютно точно знаю что сейчас будет происходить сейчас будет происходить заключение завета то есть он должен будет пройти между этими рассеченными животными и он должен будет произнести произнести клятву богу что да будет со мной то же самое что случилось с этими животными если я не буду верен клятве но что она происходит на самом деле давид авраам ничего не проходит он засыпает он засыпает и о чем это говорит это говорит о благодатной природе этого завета бог проходит между он берет на себя обязательства он клянется собою слава богу и это становится источником уверенности для авраама я знаю что бокс к то что сказал он сделать я знаю что он щит мой я знаю что он моя великая награда потому что бог прошел бог заключил со мной завет друзья мы мы не знаем было ли это в голове у давида когда он молился но для нас с вами источником нашей уверенности и нашего благоволения является конечно же полное исполнение этого завета авраама который мы имеем в ком во христе друзья мои там на кресте он переживал тревогу там на кресте он переживал страх там на кресте он переживал богооставленность он говорил почему ты меня оставил господь ради чего ради того чтобы мы с вами были свободны от страха и да и дальше давид продолжает поэтому поэтому ложусь я сплю а не мучаюсь бессонницы и встаю потому что господь поддерживает меня господь защищает меня не вот это движение очень важно заметить он начинает псалом с они они враги ополчились на меня их много потом он переходит на ты но ты господь мой щит ты моя слава и потом он только говорит я поэтому я буду ложиться спать вставать и вот мы наконец переходим к нашему провозглашению я не убоюсь тем народа которые со всех сторон ополчились на меня друзья мы этот ход очень важен с чего ты начинаешь ты начинаешь с признания своих страхов источника своих страхов ты потом про поворачиваешь свою голову и обращаешь свое внимание на бога на его характер и ты потом заканчиваешь провозглашениями поэтому я не убоюсь аллилуйя это очень важно начинать с правильных вещей и заканчивать правильными вещами не убоюсь тысяч народа и заканчивает он свой салом тем что говорит восстань господи спасти меня боже мой ты поражаешь в ланиту всех врагов моих сокрушаешь зубы нечестивых и тут немножко синодальный перевод сглаживает конечно же потому что в еврейском стоит переводить так с еврейского восстань господи спаси меня боже ибо ты и и порази в ланиту всех врагов моих и сокруши зубы нечестивых думаешь о давить нельзя так молиться что это такое эмоции друзья эмоции бывает но некоторые знаете сглаживают этот момент последним стихом и говорят от господа спасения над народом твоим благословение твое то есть они говорят что но на самом деле он не о себе думает когда говорит врагов сокрушив челюху им дай хорошенечко чтобы зубы повыпадали на самом деле он думает о народе господним над народом твоим благословение твое ну может быть друзья может может быть и так а может быть и нет во всяком случае во всяком случае он богу предает эту ситуацию богу предает врагов и как мы знаем закончилась эта история давиды пальцем не пошевелил бог разрешил эту ситуацию а весолом ехал на своем муле запутался своими красивыми волосами в ветвях дуба повис на ветвях дуба и дротиками его пронзили вот такая смерть почему же год господь достал свой кулак и